всем привет на связи максим петров и я рад приветствовать вас на канале max капитал где мы развиваем инвесторское мышление занимаемся пассивными инвестициями и тема сегодняшнего видео как вас обманывает брокер обманывает наверное это не то что громко сказано в любом случае обмана здесь прямого нету никто не занимается мошенничеством здесь есть определенные скрытые вещи которые существуют внутри индустрии которые существуют внутри продукта которая существует внутри бизнес-процессов которые есть брокерской компании и здесь задача данного видео заключается в том чтобы рассказать об этом какие планы ставится от чего зависит планы от чего зарабатывает брокер и каким образом страдают от этого клиенты и каким образом это можно минимизировать на что нужно обращать внимание какие документы читать и особенно какие продукты вам в этом случае предлагается данное видео связано с тем что если мы отдаем собственных денег меньше на транзакционные издержки то в этом случае эти сэкономленные деньги являются нашим прямым доходом это впрямую влияет как на развитие мышления вас как инвестора развитие вашего инвесторского мышления так и на максимизацию собственной прибыли которая в данном случае уменьшается не за счет конъюнктуры рынка не за счета рыночных рисков а которые уменьшаются за счет транзакционных издержек про это очень много в свое время там говорил джон бога в принципе вся портфельная теория инвестирования у нас строится в том числе на том что нужно оптимизировать затраты что нужно снижать транзакционные издержки и я покажу ту информацию которую владею лично я работаю в различных компаниях в банковской сфере в инвестиционных компаниях управляющих компаниях где приходилось продавать в том числе различного рода сопутствующие инвестиционные продукты по агентским схемам расскажу внутреннюю кухню да то есть сколько приблизительно зарабатывает сам брогер и сколько зарабатывают отдельные консультанты чтобы вы имели трезвую голову и не верили определенным обещанием которые вы получаете и соответственно максимизировали свою собственную прибыль и так поехали если мы говорим про брокера брокера природа брокер это по сути некий такой посредник на финансовом рынке который обеспечивает гарантии проведения сделки то есть люди торгуют на фондовом рынке друг с другом но при этом торгуют через брокера то есть у брокера соответственно брокер вам открывает брокерский счет брокерский счет имеет два раздела счет депо и счет на котором находятся деньги и соответственно Задача брокера – учитывать внутренние операции вас, как клиента, за комиссию совершать сделки, по сути, исполнять эти сделки. То есть у него некий такой комиссионер. Право собственности принадлежит исключительно вам. Брокер берет определенную комиссию за сделки, которые заработал клиент. Если мы понимаем природу брокера, то в этом случае мы должны понимать, где находится прибыль. При этом есть, скажем так, два основных типа брокера. Это брокеры-комиссионеры и брокеры, которых уже сейчас практически нет в связи с развитием электронной торговли. То есть брокеры, которые занимались так называемой дилерской деятельностью. То есть вы имели доступ не напрямую на биржу, где вы имели доступ к торговому терминалу, где по принципу двойного встречного акциона совершаются сделки купли-продажи ценных бумаг. Брокеры их транслируют своих клиентов. А когда вы торговали с брокером, а брокер непосредственно покупал на рынке, в небиржевом рынке, покупал определенные акции. В принципе, сейчас такое же тоже присутствует. Очень много торговли идет, в первую очередь, еврооблигациями. Когда клиенты торгуют с брокером, они выставляют заявки в рынок. Но мы сейчас этого касаться не будем, потому что это большие счета, это совершенно другие суммы. Мы сейчас говорим про классические брокеры, которые наблюдаются в настоящий момент, которые развиваются. И вы должны понимать, что если у вас открыт брокерский счет с вероятностью 95-98%, если это надежный брокер, лицензированный в России, это брокер-комиссионер, который зарабатывается с того, чтобы вы торговали. Поэтому доход брокера формируется за счет, первое, он формируется за счет брокерской комиссии. То есть то, что везде прописано в тарифах, которые вы платите за каждую сделку купли-продажи ценных бумаг. Вторая форма дохода, которую зарабатывает брокер, заключается в том, что он вам предоставляет маржинальный счет. По умолчанию практически любой счет, который открывается у российского брокера, он предусматривает маржинальность. То есть что это значит? Это значит, что вы можете взять кредит у брокера под залог своих ценных бумаг. Обычно этот кредит по умолчанию составляет один к одному. То есть если вы завели 100 тысяч рублей на брокерский счет, фактически вы акции можете купить на 200 тысяч рублей. Или если вы играете в короткую, шарты открываете, продаете акции под залог своих 100 тысяч рублей, вы можете взять акции, продать их. И соответственно за предоставление акций или денежных средств на такого рода сделки брокер непосредственно зарабатывает свою комиссию. То есть эта комиссия, она тоже прописана в тарифах. И вы соответственно эту комиссию платите. Брокеры очень заинтересованы в том, чтобы люди торговались плечом. Поэтому могут создаваться различного рода какие-то финансовые шоу, могут создаваться отдельные подразделения личного брокериджа, финансовых советников. Я не знаю, ну то есть назвать это могут как угодно. Смысл данной истории будет сводиться к тому, чтобы вы покупали больше, чем у вас есть, или продавали то, чего у вас непосредственно нет. Залезть в кредит, потому что это гарантированный доход, который не зависит. Помимо оборота двойного, таким образом брокер увеличивает свою комиссию. Вы в тарифах смотрите определенную цифру в процентах, сколько комиссия составляет. И вот представьте себе, вы покупаете в два раза больше, чем у вас есть денег. То есть как минимум в два раза больше вы заплатите оборотной комиссии, плюс вы еще заплатите комиссию за время удержания, ну вот этой вот открытой позиции с плечом. И на этом брокеры очень хорошо зарабатывают. Вы можете увидеть в своих тарифах, что иногда у вас может быть кэш на брокерском счете лежать, и брокер имеет право на самом деле эти денежные средства у вас взять и передать их по сделкам репо. То есть, соответственно, прибыль брокера формируется за счет того, что, ну то есть мы про плечо уже сказали, откуда брокер эти деньги берет. Он эти деньги может или где-то занять, зафондироваться, или ему это вообще может обойтись абсолютно бесплатно, он может с остатков других клиентов в деньгах, да, он, соответственно, может эти денежные средства забрать и, соответственно, передать по репо. Они для него будут бесплатны другому человеку, другому клиенту, который зарабатывает с плечом. То есть он фактически на ваших деньгах непосредственно зарабатывает, но вас на самом деле это особо не касается, но тем не менее это прибыль есть, это зарабатывает казначейство. Эти же денежные средства, они могут быть отданы в овернайт на межбанке, и здесь тоже брокер, соответственно, на этом может заработать. То, что я сейчас рассказал, это вот классические истории, классические тарифы, которые имеет брокер, занимаясь своей основной деятельностью. Второй момент, где зарабатывает брокер, это агентские схемы. Агентские схемы или же прямое создание сложных финансовых продуктов. То есть здесь мы говорим о структурных нотах, нотах с защитой капитала, то есть различного рода ноты. Вот как только вам брокер предложил ноты, ребята, вы должны понимать, что вас здесь хотят очень хорошо нагреть. Потому что внутренняя маржа ноты, любой ноты, будь то ноты защиты капитала, будь то ноты купонные с барьером, автоколы, то есть здесь философия этих продуктов заключается в том, что как только вам продали эту ноту, брокер заработал свои от 3 до 10% капитала, которые вы проинвестировали. Ну то есть вы вложили 100 тысяч рублей, купили какую-то ноту, в этом случае вы должны понимать, что брокер уже на этом забрал себе в карман минимум от 3 до 10 тысяч рублей прибыли. Без разницы, прибыльная она для вас будет, неприбыльная, и останетесь вы при своих или что-то заработаете, в этом случае ему без разницы заработает. Мало того, вы обратите особое внимание, наверное, в последний момент, что есть отдельные брокеры, которые просто целиком и полностью фокусируются на продаже структурных нот. Или с защитой капитала, или с долей участия в росте определенного актива, или ноты автоколы. Потрясающий инструмент, потому что, особенно что касается автоколов нот, где ваша прибыль заранее ограничена, а убытки по хорошему счету никак не ограничены. Для брокеров этот продукт очень удобный, особенно на маленьких счетах. Почему? Потому что он не требует обслуживания, потому что он не требует поддержания инфраструктуры для торговли, это стабильность канала, это инфраструктурные инвестиции, это стабильность серверов, на которых клиенты транслируют свои собственные сделки. То есть клиенты не торгуют особо, а при этом получается, что маржинальность непосредственно идет. И к таким продуктам относятся у брокеров, во-первых, ноты, как я уже сказал, во-вторых, паевые инвестиционные фонды различных управляющих компаний, потому что там внутренняя норма доходности в паевых фондах российских. Старые школы – это порядка от 3,5% до 6% затраты инвестора на том, чтобы находиться в этом паевом инвестиционном фонде. Если мы говорим о новых паевых инвестиционных фондах, там биржевые, пифы, то там комиссии все-таки помешают где-то в районе 1-1,5%, но на самом деле тоже достаточно прилично. И тут получается, в чем философия, да? То есть почему таким образом работают? Количество людей, которые могут обработать клиентов, оно достаточно маленькое. И в этом случае я хотел бы поговорить, как еще брокеры осуществляют некую такую градацию клиентов, да? И вы должны понимать, в какую категорию в этом случае вы попадаете. Самые маржинальные клиенты – это люди, которые с небольшим капиталом, потому что они только-только приходят, они не понимают, что, где и как, им просто хочется очень много заработать. И это самые неприятные, самые неудобные для брокера клиента. То есть если у вас счет до 50 тысяч рублей, вы можете увидеть так называемые заградительные барьеры, да? Или незаградительные барьеры. Потому что брокер понимает, что если у вас капитал всего лишь 50 тысяч рублей, и вы будете на нем торговать, пусть даже с комиссией 0,1%, а это высокая комиссия на самом деле, оборотная комиссия, ну сколько вы наторгуете на 50 тысяч рублей? То есть это неинтересно, брокер не сможет окупить даже затраты на то, чтобы ваш брокерский счет транслировать на ММВБ, да? И поэтому там вводятся какие-то дополнительные фиксированные комиссии, депозитарные комиссии, комиссии на предоставление информации по брокерскому счету. Назвать могут как угодно. То есть если вы маленький, вы брокерам неинтересны. Вы у него забираете кучу ресурсов, человеческих ресурсов, информационных ресурсов, и денег абсолютно не приносите. Поэтому здесь вы должны понимать, что вы столкнетесь скорее всего с тем, что вам будут предлагать, и настоятельно будут предлагать какой-то продукт, который коробочный. Вот купил и забыл. Пифы купите, вот структурные ноты купите, да? То есть купите, там, я не знаю, вот у нас уникальная нота защиты капитала есть. Там уже зашита маржа 4-5%, которая является целевой маржой для брокерского счета. Поэтому если у вас брокерский счет до 100 тысяч, вы находитесь в самой моей высокой зоне риска, да? То есть на вас будут зарабатывать. Зарабатывать будет очень много. У вас будут и высокие ставки по маржинальному кредитованию, про которые я сказал. У вас будут высокие ставки оборотной комиссии. У вас будут еще дополнительные расходы, связанные с депозитарным обслуживанием. Второй момент. Это клиенты уже более высокого уровня, где-то с капиталом от 1 до 3 миллионов. Там уже получается зарабатывать меньше. Здесь ориентир по таким людям с капиталом на брокерском счете от 1 до 3 миллионов. Это оборотка. Это оборотка. Это люди, которые, в принципе, уже потихоньку начинают считать деньги, которые читают документы, которые читают правила, которые задают вопросы про риски. Это уже потенциально интересный для стажера, для начинающего с ИЛЗа брокерской компании. Это, в принципе, интересный размер капитала, с которого, в принципе, можно зарабатывать. И здесь, соответственно, именно на таких людей рассчитаны личные финансовые советники, тарифы. Здесь рассчитано различного рода шоу, как я говорю. То есть здесь задача расторговать клиента. Здесь задача загнать его в маржинальную позицию. То есть сказать, вот здесь мы вам будем покупать, говорить, вот здесь мы будем продавать, говорить, вот у нас есть программа автоследования, welcome, присоединяйтесь. И здесь получается задача сделать наибольший оборот. Целевая норма доходности в этом случае для бизнес-подразделения брокера составляет в районе 4-6%. То есть вы должны понимать, что на той стороне сделки находится человек, у которого в планах, у которого в KPI прописано, что от размера активов клиентских, которые он ведет, которые он обслуживает как клиентский менеджер, должна быть норма доходности для брокера в районе 4-6%. И поэтому вот к этому будут стремиться различными способами. Опять же, достаточно удобно здесь продавать структурные продукты, потому что продал на 3 года какую-нибудь ноту с защитой и забыл. Или там продал какой-нибудь автокол, тебя клиент или 3 года не беспокоит, ты свою комиссию там 8% получил. Или если вдруг получилось так, что все акции торгуются выше, соответственно, ты получил раз, там 6-8% комиссии, но та через квартал отозвалась, выплатил купон небольшой, предложил ему следующую ноту, сказал, ну смотрите, как хорошо, вы получаете 18% годовых долларов. Ну что плохого, да? 2 продал эту ноту, и если получается ты угадываешь с этими автоколами, то подумайте, 4 квартала, если все на растущем рынке показали себя хорошо, то вы должны понимать, что минимум от вашего капитала в этом случае могут подчипнуть до 15-20%, то есть это достаточно болезни, чего вы даже не увидите. Третья категория, категория клиентов, которые можно взять, это уже такие, ну я сейчас не захожу в PB, не захожу в какое-то индивидуальное обслуживание инвесторов, у которых капитал там более миллиона долларов, я говорю все-таки про массовый сегмент. Это самые такие неприятные, что ли, клиенты для брокера, потому что они очень хорошо считают комиссии, они очень хорошо считают маржинальное кредитование, они приходят к брокеру сами с инициативой, сделайте мне ставку более низкую, они понимают, что в принципе на них зарабатывают. Можно определять даже свои правила для инвестиций, то есть ты говоришь, что мне хочу маржинальную сделку по маржинальному кредитованию там на 30% меньше, я хочу какие-то индивидуальные условия, то есть для таких клиентов эти индивидуальные условия предоставляются, и здесь, ну, брокеры идут к этому более-менее лояльно, потому что есть объем, который проворачивается, который торгуется, и брокер зарабатывает свою собственную комиссию, хотя, опять-таки, планов никто не отменял. Вот такие, наверное, есть определенные подводные камни. Это не является обманом, это является то, что мы работаем в капитализме, и нужно понимать, что альтруистов нет, все хотят кушать, все хотят зарабатывать, и вопрос, кто и каким образом это делает. И в этом случае, почему я про это рассказываю, это, опять-таки, ну, и не хорошо, и не плохо, это есть. Вы должны знать эти цифры, вы должны это понимать, и вопрос, каким образом это можно оптимизировать. Всегда внимательно смотрите на тарифы. Что для вас должно быть ключевым моментом? Первое. Ставка оборотной комиссии. Сколько она составляет, и как она меняется, в зависимости от объема вашего капитала, и тогда смотрите на брокеров, которые предоставляют наиболее низкие комиссии. Второе. Соответственно, смотрите на стоимость кредитования, потому что часто приходится слышать, я на своей собственной практике доказывал, то есть я видел, как это происходит, человек говорит, я плечо использовать не буду, у меня никаких маржинальных позиций не будет, я буду торговать только на своей, ничего подобного. Приходится иногда залазить в кредит, соответственно, смотрите стоимость кредитования, под какой процент вас кредитуют. Вообще идеальный вариант подписать дополнительное соглашение, многие брокеры предоставляют такую возможность. Вы запрещаете брокеру пользоваться вашими деньгами, но при этом брокер вам не будет предоставлять никакую маржиналку. В этом случае вы не сможете максимизировать прибыли вдруг на растущем рынке. С другой стороны, вы понимаете, что у вас будет просто доп. соглашение, и брокер вам денег не даст. То есть вы сами в маржиналку не залезете, как и он, вашими деньгами на брокерском счете воспользоваться не сможет. И третий момент. Упаси вас бог, друзья. Использовать такую историю, как покупать какие-либо сложные инвестиционные продукты, покупать боевые инвестиционные фонды, по агентской схеме, покупать структурные ноты, какие бы они ни были. То есть они бывают разные, они бывают с барьером, они бывают с участием, они бывают с отзывом, автоколом, купонной. Никаких структурных нот. Просто поставьте под большим запретом. Здесь зарабатывает только эмитент ноты, здесь зарабатывает брокер или агент, который вам продал эту ноту, и здесь зарабатывает, в принципе, консультант, который продал вам эту ноту. Клиент там практически не зарабатывает, а только теряет деньги. Поэтому, если говорить о том, чтобы было интересно, найти брокера с наиболее низкими комиссиями, который, опять-таки, лицензирован в России. Второе, у нас есть абсолютно бесплатный сервис всесезонного портфеля. Он предполагает то, что вы покупаете индексные боевые инвестиционные фонды с низкими транзакционными издержками. Низкими, опять же, относительно низкими издержками, потому что вы покупаете в российском праве, вы покупаете через российского брокера. И если мы говорим про российскую реальность, как это реализовать? В российской реальности, наверное, одни из самых низких транзакционных издержек. Конечно, глобально есть более дешевые провайдеры индексных фондов, типа Vanguard или Fidelity, но FinEx в России, да, он позволяет, в принципе, получить оптимальную структуру инвестиционного портфеля и снизить свои издержки на управление. В этом же инвестиционном портфеле вы можете сразу сбалансированный портфель сделать. По каким принципам, соответственно, он делается, я расскажу в следующем видео. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы получить информацию о выходе данного видео, о плюсах и минусах этого всесезонного портфеля и почему работа с подобного рода всесезонным портфелем позволяет лично мне спать спокойно. То есть, это еще раз не про получение каких-то высоких сверхприбылий. Это не про то, чтобы обыграть рынок в краткосрочном или долгосрочном периоде. Это не про спекуляции. Это про задачу сбережения заработанных денег. То есть, когда есть определенный капитал, когда мы боимся инфляции, когда мы боимся рисков отдельно взятой страны, как провести международную диверсификацию, каким образом формировать инвестиционный портфель, как снижать транзакционные издержки и каким образом на автомате минимизировать рыночные риски. Поэтому еще раз подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, что для вас было новым в данном видео, что вы уже непосредственно знали и как вам это в будущем поможет. В заключение, сделайте домашнее задание. Просто прямо сейчас откройте свое приложение брокерское или откройте договор, зайдите на сайт, в личный кабинет и прочитайте ради интереса, прочитайте размер комиссии, оборотной комиссии, депозитарной комиссии, маржинальной комиссии за предоставление сделок с плечом. То есть, когда вам предоставляют деньги, когда вам предоставляют ценные бумаги для того, чтобы вы непосредственно могли торговать. В принципе, у меня на этом все. На связи Максим Петров. Пока-пока. Пока-пока.